Впервые выборы депутатов государственной и московской областной ДУН проходят три дня подряд с 17, 18 и 19 сентября. Это дает возможность развести потоки избирателей из-за пандемии коронавируса. К слову, все меры санитарной безопасности соблюдены маски, перчатки, термометрия, даже ручка, которую предложат на избирательном участке, индивидуально. В седьмой школе на Взнесенской улице два избирательных участка. На одном из них утром проголосовал глава округа Михаил Токарев. Очень быстро прошло пять лет, да, и не успели глазом моргнуть. Но, мне кажется, за это время мы, по крайней мере, наш округ дал очень большой скачок, задал такой высокий вектор развития. Очень здорово научились взаимодействовать с нашими жителями. И я считаю, что наша задача этот вектор обязательно продолжить, ни в коем образом не ослаблять полученные темпы и развиваться, и двигаться только вперед. Из 450 депутатов в Государственную Думу 225 избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Сергею Упасадцам предстоит выбрать одну партию из 14 прошедших регистрацию и одного кандидата на Думское кресло по 125 одномандатному округу. В Мособлдуму избирается 50 депутатов, 25 от партий и 25 по одномандатным округам. Соответственно, нужно будет проголосовать за одну партию и одного кандидата по нашему 21 округу. Ирина Лазарева живет рядом со школой и всегда здесь голосует. Это очень важное именно решение твое, единоличное. И может быть это сложится, так сказать, в общее мнение. И будет результат, я думаю. Я в это верю, во всяком случае. Кто еще не принял решение, приглашаю обязательно прийти на выборы. Максимально, мне кажется, как никогда удобно. И пятница, и суббота, и воскресенье. Кто-то работает, приходите завтра. Кто-то работает завтра, приходите в воскресенье. Все условия для этого созданы. В Сергиево-Пасадском округе открыты 158 избирательных участков, в том числе и в 14-й школе в Симхозе. Здесь голосуют жители всех улиц микрорайона, кроме улицы Парковой. Хорошие избиратели на избирательном участке. Они приходят у нас уже подкованные, знают законы, знают, какие они имеют права, как они могут проявить свое волеизъявление. Около 11 часов на избирательном участке в Симхозской школе проголосовал Сергей Пахомов. Мы понимаем, что на ближайшие пять лет мы определяем тех людей, и те группы людей, и те партии, которые будут помогать, поддерживать и развивать, в том числе и наш округ, и нашу страну, и нашу Московскую область. Поэтому, конечно, эти выборы важны, но эти важны не только для нас, но и это наш вклад в общее дело развития страны. Надеюсь на лучшую жизнь. Что в это понятие ходит? Обеспечение пенсионеров, достойной пенсии. И чтобы наши дети жили лучше, и внуки тоже. Зарплаты имеете в виду? Не только зарплата, но и возможность получить образование для них. Это, я считаю, очень важно. Избирательные участки по выборам депутатов Государственной и Московской областной дум работают с 17, 18 и 19 сентября с 8 утра и до 8 вечера. Для голосования необходим паспорт. Ирина Белякова, Жанна Оловяникова, Антон Коврижных, Илья Халяпин. Программа «События».